добрый день дорогие друзья вы на канале питомника марине стик сегодня 27 июня 2020 года у нас отличная погодка и как обычно отключили электричество не работает интернет нет электричества я воспользовалась свободной минутой минуточкой для того чтобы показать вам и рассказать какое интересное растение живет у меня на даче вот такая огромная зеленая стена это растение называется горец сахалинский или гречиха сахалинская или сибирский бамбук потому что ствол этого растения напоминает ствол бамбука и несмотря на то что она высотой более трех метров может достигать и растет вот такой вот стеной разрастается большим таким вот это не куст это не дерево это трава она размножается путем корни корнями очень сильная корневая система под землей в зимний промежуток времени с наступлением холодов минус 3 минус 4 верхняя часть отмирает но весной с наступлением весны когда становится тепло все это быстро вырастает буквально мы приехали 13 мая здесь еще не было ничего стояли сухие стволы кстати которые тоже смотрятся достаточно декоративно напоминают без листиков ветки бамбука и вот за месяц у нас по новой вот такая стена в конце лета это растение красиво цветет у него такие цветочки в виде метеолочек таких можно их срывать ставить в вазочку как декоративные букеты а еще это растение является лекарственным его листики молодые еще не распустившиеся используют в лечебных целях стебли молодые этой травы пока она не одеревенела скажем так ствол используют в кулинарии то есть добавляет в суп варит повидло рецептов очень много в интернете по запросу горец сахалинский можно найти скажем так подробности про это растение мне она нравится тем что я преследовала цель высаживая сюда забить сорняки это территория перед моим домом она относится к нашему дому но не внутри огорода где мы живем под окнами и она всегда зарастала дико сорняком вот как сейчас вот это выглядит вот туда смотрится и обкашивать этот сорняк было очень тяжело тут такие были тоже твердые травы дико растущие и на это всегда не хватало времени я пыталась высаживать здесь декоративные какие-то растения все это опять-таки забивалась сорняками чуть-чуть мне удалось тут оккультурить несколько клумбочек но времени скажем так даже на прополку и уход за этой частью территории практически никогда не хватает поэтому это растение меня очень даже спасает от выкашивание лишнего сорняка мне нравится его декоративная часть ну я не использую его не в кулинарии не в лечении там как лекарственное растение меня устраивает его вот скажем так декоративный вид он растет буквально что называется стеной такие такое растение можно высаживать там где хочется прикрыть какую-то некрасивую часть возможно там сарайчик старенький или вдоль заборчика пустить не требует за собой это растение никакого ухода мы живем лужский район ленобласти чуть южнее у нас тепло я его не поливаю я за ним никак не ухаживаю он пробивается сам через все сорняки и собственно говоря облегчает мне несколько задачу выкашивания нашего вот этого кусочка земли на который всегда не хватает ручек здесь я также пыталась высаживать вот такие люпины это у нас просто как сорняк тоже нанесло растут всевозможного цветов расцветок самые самые разные разнообразные я их не высаживала они сами прилетели семена вот такие декоративные кустики поначалу тоже высаживала мне они очень нравились как елочка только она вся мягкая но вот эти сорняки которые здесь растут они ее постоянно забивают и ей тоже не хватает влаги для развития хотела из нее сделать какой-то типа заборчика собственно говоря не особенно сильно у меня это получилось у меня сидит там несколько кустиков все это забивается что-то отсюда надо пересаживать так как в нашем горце потерялся наш пион он растет вот там в тенечке его там много но его не видно надо его будет отсюда тоже переселять также я сюда посадила некоторые виды декоративных растений и флоксы и рис и дельфиниум разных цветов еще вот цветочков могут ну вот какую-то часть немножко попыталась оккультурить на все время не хватает а вот белый пион там даже под нашим горцам уже отцвел его просто не видно в городце надо его отсюда пересадить х несмотря на то что ему здесь собственно говоря очень даже нравится он уже таким огромным кустом тут разросся вот эти синие риса мне очень нравится они тоже хорошо разрастаются самостоятельно дельфиниум замечательно тоже подавляет сорняки вырастает большой вот такой стеной цветет красивыми цветами яркими разных тоже цветов и воду вблизи стебель нашего горца если вам интересно можно почитать об этом растении много информации найти в интернете очень даже симпатичненько смотрится и листики и сам стебель этой травы но будьте осторожнее разрастается быстро молниеносно и куда-то скажем я бы не рискнула и и посадить на территории своего участка это у меня повторяю прогон кусок земли который так и так забивается сорняками если вам было интересно и полезно это видео не забывайте ставить лайки это растение размножается корневыми отростками корни мы выкапывали корни и я его сажала также такое растение росло у моей мамы и собственно прикрывала у них там мусорную кучку то есть вот в качестве такого быстро растущего растения которое немножко как декоративное можно что-то им прикрыть приехал ко мне там несколько отросточков с корнями весной и буквально за несколько лет вырастает даже на такой тяжелой земле как у нас у нас здесь не очень солнечный кусочек территории солнышко здесь только в первой половине дня я бы не сказала что здесь у нас тут у нас пригорчик то здесь не так чтобы и влажно я знаю что у людей у некоторых прикрывает это растение сточные канавы и там она разрастается еще лучше потому что рядом вода и и она очень здорово переносит повышенную влажность земли ему она нравится и тогда она разрастается еще быстрее еще гуще но даже на вот этой ужасной нашей вот земле с корнями с камнями и сухой такой где кроме сорняка ничего не растет она пробилась разрослось и доставляет мне достаточно много эстетического удовольствия прикрывая наши сорняки прям скажем ну вот дорогие друзья что я хотела сказать про интересное такое растение как горец сахалинский в нашей полосе ну само как сорняк не растет его надо высаживать как я уже и говорила размножается корнями но в других регионах она можно сказать могло бы наверное и само образ множиться и как-то прижиться у нас несколько не так и все-таки климат несколько не такой на этом дорогие друзья буду с вами прощаться будем надеяться что нам пореже будут выключать электричество и мы будем общаться с вами при помощи интернета несмотря на возможно большую удаленность между нами пишите комментарии обязательно отвечу читаю все комментарии до новых видео и до новых встреч на канале питомника марине стик здоровья вам и вашим питомцам